О подробностях нашумевшего криминального случая в одном из общежитий по проспекту Ленина мнение Ленин-Скуничан до сих пор расходится. Одни обвиняют девушку, пустившую в комнату четверых парней, другие полностью на стороне жертвы. Следователям понадобился почти год, чтобы доказать вину троих участников группового изнасилования. Четвертого обидчика девушка, защищаясь, убила ножом. Расследование было очень сложное, потому что нужно было, во-первых, конкретизировать действия всех, во-вторых, все трое из оставшихся нападавших, они отказывались, то есть не признавали вину, не сотрудничали со следствием. Были сложности определенные в доказываниях, которые были обусловлены еще и тем, что на фоне совершенных в отношении девушки преступлений у нее развилось психическое расстройство. Благодаря усилиям медиков здоровье поправилось, но тем не менее факт того, что у нее развилось психическое расстройство, временное, это расценивается как тяжкий вред здоровью. Был проведен большой комплекс экспертиз, в том числе и молекулярно-генетические экспертизы. Суд решил, что потерпевшей не были превышены пределы самообороны, и уголовное дело в отношении девушки прекращено. А вот остальным участникам предъявлены обвинения по трем уголовным статьям. Все трое нами обвиняются в совершении, получается, трех преступлений в отношении потерпевшей. Это незаконное проникновение в жилище с применением насилия, и изнасилование, и насильственные действия сексуального характера. Совершенные молодыми людьми преступления относятся к категории особо тяжких. Плюс ко всему, один из них обвиняется еще и в грабеже прохожего, совершенном в тот роковой день. Сейчас обвиняемые ждут приговора суда. Только по одной из трех статей молодым людям грозит минимум от 4 до 10 лет лишения свободы.